Договорённость между пассажиром Вилсенс и испанской машиностроительной компанией КАФ о покупке новых поездов так и не была достигнута. Об этом минувшей ночью проинформировали в Министерстве сообщения. Проблема с подписанием договора между компанией КАФ и пассажиром Вилсенс связана с тем, что латвийскому перевозчику нужны готовые вагоны, а испанское предприятие таковые сразу не может предоставить. Об этом в интервью МИКСТВ рассказал глава правления пассажиров Вилсенс Артис Биркманис. Нюанс в том, что нас интересует готовый продукт от КАФа. То есть, скажем, в договоре написано, что мы получаем поезда, так же, как мы перевозчики. А как КАФ эти поезда разработает, это их не вопрос. Между тем, премьер-министр Валайс Домбровский суверяет, что после провала переговоров о закупке новых поездов возможны два варианта действий. Либо будет объявлен новый конкурс, либо средства из фонда выравнивания, предусмотренные для этой цели, будут направлены на другие проекты железнодорожной инфраструктуры. При этом пассажир Вилсенс уже разработала новый график закупки поездов, который на следующей неделе рассмотрит правительство. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщило руководство предприятия. Условия конкурса разработаны по возможности проще, чтобы в нем могло участвовать как можно больше претендентов. Спецификация будет максимально простой, а цена максимально низкой. Как сообщило правление пассажира Вилсенс, процедура закупки не будет проводиться в два этапа, как на предыдущем конкурсе. Конкурс будет объявлен только на изготовление и поставку поездов, без их последующего технического обслуживания. Как и раньше, пассажиры Вилсенс планируют приобрести 34 новых электропоезда и 7 дизельных поездов. Их обслуживание планируется поручить предприятию ВРЦ ЗАСУЛАУКС. В свою очередь глава народно-хозяйственной комиссии СЭЙМа Вячеслав Домбровский считает, что Латвии еще есть возможность производить поезда здесь. Об этом он заявил в интервью Радио Болтком. То, что значит совершенно ясно, что договор с КАФом заключен, не будет. Можно прогнозировать, что РВР, скорее всего, ждет в ближайшее время, возможно, даже тяжелые финансовые времена, так как у них был взят достаточно большой кредит. В ожидании ясно того, что его можно будет отплатить при помощи заключения этого контракта с КАФом. Дальше вопрос в том, спеет ли пассажиры Вилсенс и Министерство сообщений. Вовремя еще в этом периоде программирования фактически осталось меньше, чем три года, как заключить новый договор или построить, или закупить поезда. То есть в том случае, если поезда будут закуплены, а не построены здесь, в Латвии, то, конечно, речь будет идти также о том, что упустили возможность, как развить производство поездов здесь, в Латвии, так и со временем претендовать на заказанное обновление флота поездов в России, Белоруссии, Украине. Тем временем представители КАФ готовятся к процессу медиации в Стокгольмском окружном суде и продолжают работать над выполнением договора о покупке поездов. Об этом сообщил представитель предприятия адвокат Иво Клотенж. Позже стало известно о том, что КАФ просит еще 15 дней на рассмотрение новых поправок. Как рассказал представитель испанской компании Хесос Снаула Алтона, вчера компания уже была готова подписать договор, однако пассажиры Вилсенс подготовила новые поправки, которые предоставила только в 19.00. Еще 15 дней КАФ просит на рассмотрение именно этих поправок. Чего конкретно касаются предлагаемые новые изменения в договоре, не сообщается, так как договор носит конфиденциальный характер. Сегодня состоялась встреча президента Латвии Андриса Берзенша с руководителем Центра ситуативного анализа Российской Академии Наук, бывшим премьер-министром России Евгением Примаковым. После встречи Примаков рассказал журналистам о том, что Россия прекрасно понимает, что Латвия – европейская страна, и, судя по последним показателям, экономические отношения между странами только крепнут и улучшаются. Россия хорошо понимает и ваше участие в Европейском Союзе. Ни у кого аллергию не вызывает. А в то же самое время мы очень бы хотели, чтобы участие Латвии в Европейском Союзе не отражалось бы на укучении отношений с нами. И этого не происходит, к счастью, потому что экономика у нас развивается, экономические связи развиваются все время. И сейчас мы достигли очень неплохих результатов. Я вот приводил цифры, они однозначно неплохие, потому что в 2011 году у нас на 23% увеличился товарооборот по сравнению с 2010 годом. И сейчас, в этом году, в первом полугодии, товарооборот еще возрос на 7%. Примаков отметил, что давно знаком с латвийским президентом, поскольку они оба в свое время являлись руководителями торгово-промышленных палат. Представитель России также указал на важность того, что оба государства наконец-то ратифицировали соглашение о снятии двойного налогообложения. В свою очередь заметим, что Примаков приезжал с презентацией своей новой исторической книги. Рижский окружной суд огласил сегодня приговор 11 мужчинам по делу о беспорядках в Эцереге 13 января 2009 года. Всех обвиняемых суд приговорил к принудительным работам сроком от 80 до 120 часов, а потом сообщил пресс-секретарь суда Айгар Берзиндж. Все 11 человек свою вину полностью признали. Также стоит напомнить, что 31 мая данное дело было выделено из общего процесса, по которому ранее фигурировали 22 обвиняемых, 11 других обвиняемых. Свою вину отрицают, и на них заведено специальное дело. Латвийское объединение исполнителей и продюсеров Лайпа в качестве компромисса предлагает не взимать пошлину за прослушивание музыкальных записей в кабинах общественного транспорта, такси и небольших офисах. Об этом интервью радиоболтком заявила исполнительный директор организации и Эва Платтере. Она отметила, что под определение небольшого офиса попали бы те предприятия, где работают и слушают музыку не более 10 человек. Мы не разделяем радио или не радио. Мы говорим об использовании музыки. Да, это компромиссное предложение, как решить проблему, которая возникла для радиовещательных организаций и офисов. Были большие дискуссии по кабинам водителей транспорта. Это твит такси и маленькие офисы. Министерство культуры предлагает в дефиниции публического исполнения установить, что публическое исполнение как один критерий. Если есть больше, чем одно лицо, которое слушает эту музыку, мы обговаривали в рабочей группе, что это может быть 10 человек, которые слышат эту музыку в офисе. Но это пока еще не принятое решение, только идея. Представитель объединения подчеркнула, что данную цифру, 10 человек, нельзя включить в закон. Это неформальное соглашение. Кроме того, объединение исполнителей и продюсеров не отвечает за мнение другой организации по защите авторских прав АКЛА. Долг латвийцев за отопление не уменьшается. И такая ситуация наблюдается из года в год. Об этом заявил член правления Латвийского союза самоуправления Паул Ис Баронс. По его словам, в начале сентября общий долг жителей за отопление составлял 23 миллиона 910 тысяч латов. А в начале прошлого отопительного сезона эта цифра составляла 24 миллиона. По мнению Баронса, получается так, что весной жители начинают расплачиваться с долгами. Но за время нового отопительного сезона они опять накапливаются. И в настоящее время нет эффективного способа решения этой проблемы. Кроме того, Баронс считает, что реальный долг выше, так как дымоуправление использует для оплаты долгов на купленные средства. А реальная сумма, которую жильцы должны самим дымоуправлением, может быть в два раза больше. В сегодняшнем опросе Микс ТВ мы попытались узнать, не боятся ли рижане наступления нового отопительного сезона и имеются ли у них долги за отопление. Ужасно боимся. Согласен, абсолютно. Согласен, согласен, согласен. Я думаю, что нет. Согласен, что не будет рейтинг, но я не боюсь. Я могу самоксать. Ну, конечно, как каждый. Даже не знаю, что от этого, что боишься, ничего не изменится. Все равно их поднимут, если уже надо будет. А долги за предыдущий сезон были? Нет. Нет. В рамках Международной квадриеналы скульптуры «Рига-2012. Анатомия интеграции» у памятника «Свобода» должны были установить звезду Давида, а у памятника «Победы» предвыборную сцену президента России Владимира Путина. Однако, как сообщил куратор квадриенала Айгар Бикше, Рижская дума не пошла навстречу организаторам квадриенала и установила жесткую цензуру. Рижская дума в своем лучшем понятии защищает своих граждан от непонятных действий, которые могут возмутить человека. Власть решает, что она должна принимать такие решения. Нет человек, который идет по улице и думает, вот это мне не нравится. Или вот это мне нравится. И я как-то согласен, что художник хотел этим сказать, или не согласен. Это наотрез прочеркивается, и человек не видит этого. И он не сталкивается с этими вопросами, которые задаются в публичном пространстве. Это, конечно, для нас плохие сигналы. Потому что выставка «Квадриналь» каждые четыре года проходит, и до этой выставки всегда часть выставки находилась в городе. Бикше отметил, что таким образом Рижская дума заботится о людях, у которых нет абстрактного мышления. Как, например, в России, когда после показа сериала «Просто Мария» люди ходили по улицам и собирали деньги, чтобы послать бедной Марии в Мексику. Самоуправление пытается предупредить абсурдную ситуацию в Риге, когда люди не поймут искусства и завалят самоуправление жалобами.